Добрый день! В эфире программа Кость Харас. Гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи как-то сказал, чем больше человек приблизился к природе, тем дольше будет жить его искусство, тем самым определив, собственно, смысл прекрасного и, возможно, суть творчества. Есть одна область, где единство природы и искусство ощущается особенно ясно и гармонично. Я думаю, что это прикладное ювелирное искусство. Сегодня у нас в гостях известный казахстанский мастер-ювелир, лауреат сотой сессии Бижорко, лауреат Международной премии Карла Фаберже, создатель стиля евразийский этномодерн и, к тому же, доктор философских наук Ильяс Сулейменов. Как всегда, мы ждем ваших звонков с вопросами. В студии работает телефон прямого эфира 272 055, Кот Алматы 727. Здравствуйте, Ильяс. И, наверное, первый закономерный вопрос, как ученый-философ стал художником-ювелиром. Что у вас первично, что было в начале, хотя, я так думаю, что это тоже особая философия, да, наверное? Да, что первично, яйцо или курица, материя или сознание. Ну, в советские времена, в общем-то, как и большинство моих сверстников, я закончил университет, отслужил в армии и затем поступил в аспирантуру в Институт философии и права. Моим научным руководителем был академик, ну, тогда еще член-корреспондент Насанбаев, Адмурик Насанбаевич. Вот. И уже это конец 80-х годов, 89-й год, если точнее, уже, значит, во всю идет перестройка, во всю идет инфляция. И на 150 рублей аспирантской стипендии я, конечно же, прокормить семью не мог. Вот. Мы жили в общежитии, вот, на шести квадратных метрах, и надо было зарабатывать. Я устроился, а у меня, в общем-то, с детства, я учился в изо-студии, постоянно занимался, вот, что-то мастерил, лепил, рисовал, то есть... То есть это было какое-то хобби, да, наверное? Да, 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 то есть, в общем-то, на таком, скажем, полупрофессиональном уровне, потому что, скажем, в школе, в университете, даже в армии, там мне всегда приходилось с какими-то оформительскими работами, знаю, что-то, в общем, всегда рисовать, что-то делать, вот, и... И почему вы вдруг решили заняться именно прикладным? Ну, здесь так получилось, что я еще с детства коллекционировал, мой дядя-геолог, он, как бы, пристрастил меня к коллекционированию минералов, вот, и это действительно мое хобби было, это минералы. И тогда же, вот, я устроился в каменерезную мастерскую, в каменерезный цах, вот, при музее геологии, при, вот, институте геологии. Там научился обрабатывать камень, вот, ну, когда уже научился обрабатывать камень, мне стало интересно его оправлять, естественно. Я тогда устроился в реставрационную мастерскую. Начальником был Петр Трибунский, это известный мастер-ювелир при Центральном государственном музее. Он меня учил, как правильно держать надфиль, как пользоваться горелкой, как паять и так далее. Затем, уже в 1991 году, когда республика получила независимость, я обратился в тогдашнюю Государственную инспекцию Проберного надзора. Болохов был начальником, он меня поддержал. Я ему показал некоторые работы, он, видимо, что-то в них увидел. Но, во всяком случае, я до сих пор уделяюсь, как это получилось, но государственную лицензию номер один я получил в 1991 году, даже раньше опередив Государственный Алматинский ювелирный завод. Это уникальный случай. Вы являетесь учеником знаменитого итальянского дизайнера Паулы Валентини. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы с ней познакомились, как вы стали у нее учиться и когда это произошло? Это произошло совсем недавно, буквально год назад. Познакомились мы с ней, то есть это меня с ней познакомило, это есть международный бизнес-центр 6К РЭД, это при гильдии ювелиров России. То есть вы с этой организацией сотрудничали? Да, 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 да. В общем-то, мы и раньше сотрудничали, были у нас определенные проекты, вот именно с гильдии, я имею в виду гильдию ювелиров России. В общем-то, в России меня знают, может быть, даже и лучше, чем пока еще здесь, в Казахстане. То есть вы совсем недавно вернулись еще с конкурса, всероссийского конкурса ювелиров, где были членом жюри. Вот можно подробнее об этом конкурсе? Ну, это пятый всероссийский профессиональный конкурс ювелиров «Золотой Меркурии». Он проходит, организаторами являются гильдии ювелиров России и ассамблея ювелиров Санкт-Петербурга. Вот, он проходит в Санкт-Петербурге, вот, это считается самым престижным конкурсом, в общем-то, во всем пространстве СНГ. Почему? Потому что за счет жюри. Дело в том, что члены жюри там, это такие, это мэтры, это, скажем, отцы-основатели, еще, скажем, ювелирного дела, прикладного искусства, еще с советских времен, но там они, это профессора Санкт-Петербургской академии прикладного искусства или имени Мухина, вот, когда в 95-м году я слушал там лекции по искусствоведению, я на них смотрел снизу вверх, раскрыв рот, а тут я очутился с ними вот так вот наравне. Конечно, это было такое особое ощущение. Это специалисты Эрмитажа, вот, как минимум кандидаты, доктора искусствоведения, это ювелиры, это, опять же, там, с такими высокими титулами и званиями, как заслуженный художник, народный художник, там, Россия и СССР, уже не существующего, как бы. Я вас немножко перебью, у нас есть звонок зрителя, как раз немножко на эту тему. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел узнать, на ученика ювелиры, как вам можно выучиться? На ювелиры вообще. Спасибо большое. Самый больной вопрос, между прочим. К сожалению, у нас нет ни одного учебного заведения, где готовили бы ювелиров, владеющих современными технологиями. У нас, да, есть там факультеты, значит, в Академии художеств, в колледже, но там есть отделение металла, но там элементарного, допустим, в закрепке камней там не учат. Вот, современным технологиям, высокоточное литье там и так далее, там этому тоже не учат. Потому что для этого нужна серьезная материально-техническая база, раз, нужны преподаватели, два, нужны серьезные инвестиции, три. То есть у нас это дело полностью отсутствует. Единственный способ научиться ювелирному делу, это устраиваться учеником куда-нибудь на действующее предприятие. То есть само обучение, наверное, очевидно, требует больших затрат, да? Ведь люди наверняка обучаются на самих ценных металлах и камнях, да? Совершенно верно, абсолютно так. Потому что это, пока человек научится что-то делать, он столько серебра переведет, и столько камней переломает, и столько инструмента. Инструмент ювелирный очень дорогой. Один надфиль стоит 10 долларов. Представьте, это 100 надфилей, это уже целое состояние, понимаете? Поэтому, конечно, у нас же этого никогда не было. Я же рассказал, как я сам учился. Я устроился просто с учеником, подмастерьем. С этого начинал у Петра Требунского в реставрационной мастерской. И все у нас только так и учатся. Ильяс, вот у нас здесь вы принесли свои прекрасные изделия. Вы являетесь создательным стилем вразийский этно-модерн. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об особенностях этого стиля, и как он нашел отражение в ваших работах. Почему такое название евразийский? Не тюркский, не казахский, не монгольский. Вот евразийский. Ну, хороший вопрос. Как бы покороче на него ответить. Евразийский. Дело в том, что я сам себя отношу к ученикам евразийской школы. Это князь Трубецкой, академик Горнадский и, конечно же, Лев Николаевич Гумилев. Дело в том, что история такова, что мы все вышли из одной колыбели. И что россияне, что казахстанцы, что кыргызстанцы. И у нас в основе нашей современной культуры лежат три глубинных пласта. Это арийская культура, это еще называют андроновская, там срубная культура, Дандебай-Бегазинская, как угодно. Но просто после Второй мировой войны вот еще аллергия на слово арийство, которое вот этот негодяй Шипльгрубер так, скажем, извратил и испохобил. Гитлер. Да, Гитлер. Ну его и Шипльгрубер. Да. Она настолько была извращена, и у людей была стойкая аллергия. Ну есть понятие, знаете, обжевшись на молоке, там на воду дуют. И поэтому наши историки вынуждены были это маскировать определениями андроновская культура, Дандебай-Бегазинская, струбная, культура ленточной керамики, там как угодно. Но когда Ахмед Байтурсынов и наши деятели Алаша назывались арысовцами, то бишь арийцами, то их в общем-то и расстреляли. Потому что тогда вот эта идеологическая война была страшной, и вообще идеология тогда господствовала, и в угоду идеологии многие исторические факты либо замалчивались, либо просто извращались. Так что, если называть вещи своими именами, это именно арийская культура. Повторяю, ария это не раса ни в коем случае, это не биологический признак. Это именно культура, цивилизация. Первый пласт. Второй пласт, это скифская культура, сакская, скифосакская. Третий пласт, самый такой, скажем, мощный, это тюрко-монгольский. Это культура, цивилизация хунну, гуннская, собственно, тюркская, эпоху тюркской каганата, и Великая Монгольская империя. И каждая последующая культура, она вбирала в себя определенные фундаментальные элементы, скажем, культура, образующие элементы предыдущих цивилизаций, предыдущих культур. И до сих пор одним из базовых понятий в категориальном понятийном аппарате современного казахов, наше мировоззрение, вот это понятие ар, применительно к мужчине, а ру, применительно к женщине. То есть, я это говорил, почему евразийская. Ну, этно-модерн, здесь два составляющих. Этно, то есть, наше, этническое, национальное, и модерн, это современное. Сейчас в эпоху глобализации как бы стоит дилемма. Это философский закон, его вывел еще великий философ Гегель, что всякое явление уходит, идет цугрунт с большой буквы, то есть, в основание фундамент, или цугрунт с маленькой буквы, то есть, грунт с маленькой буквы, по-немецки, это могила. Ну, в землю, в никуда исчезает. Вот. Третьего не дано. Мы сейчас как раз в такой ситуации. Вот идет цунами, вал глобализации. Это объективное явление. Тут, это так же, как цунами, почему я сказал это слово, это можно ругаться на него. В этой ситуации очень трудно выжить искусству, да, в особенности искусству, скажем, национальному и человеческому. Да, да, поэтому речь идет, чтобы выжить, единственное, это надо вот эту вот волну оседлать, вот, вписаться в нее, найти органично, гармонично интегрироваться с теми глобальными трендами, с теми глобальными тенденциями, которые вот идут вместе с культурной глобализацией. Вот я хочу сказать о том, что вот в культуре, да, как таковой, очень многое меняется, да, меняются какие-то ориентиры, меняются моды, да, но люди все равно продолжают носить украшения. Как вы думаете, почему? Или это просто как бы стремление быть красивым, или же украшения, как у древних, они продолжают нести какой-то магический смысл, там, оберегов, талисманов. И почему люди все равно, я думаю, они и дальше будут увлекаться, сейчас, тем более, тем более, сейчас уже даже не только женщины, раньше у нас мужчины мало носили, да, сейчас уже постепенно и мужское население начинает приучаться и любить украшения. Хороший вопрос, вы знаете, это очень философский вопрос. Я сам над этим долго задумывался, но когда я вот проходил обучение в 99-м году в Лондоне, в штаб-квартире группы Дебирс, это, вы знаете, алмазный монополист, они 8-7 процентов контролюют мирового рынка, алмазно-бриллиантового рынка. Прямо, косвенно, но контролируют. И там вот очень хорошее, я прошел обучение, потому что там действительно вот это все секреты психологии, вот, там раскрывались, и вот этот ответ на этот же вопрос я нашел. Дело в том, что в процессе эволюции у человека сформировался ген красоты, ген эстетический ген. То есть мы, у нас присутствует инстинкт красоты. Поэтому, вот именно поэтому, вот женщины, вы как женщины по себе знаете, вот, ходить на таких каблуках, это мучительно. Это героизм, сродни героизму, подвигу. Но надо, потому что это красиво. Потому что это красиво. Вот, каждый день, там вот, это же, вот, следить за собой, там это, это тяжело, вот, мучительно. Но, женщины, вот, голодать, эти всякие диеты, ну, как так вот, если вульгарных наших психологов-философов послушаешь, так там первый инстинкт, они возводят, что человеку набить брюхо. А я категорически не согласен. Первый инстинкт, главный инстинкт у человека, это инстинкт красоты. Вот, поэтому только женщины идут на эти жертвы, голодают, вот, что опровергает вот моих оппонентов, которые считают, что человеку главное это брюхо набить. Ничего подобного. Для человека главное это красота. Вот, и женщина будет экономить, не доедать, но зато будет, должна красиво выглядеть. Или купит себе кольцо, или серьги новые. Ну, да, или платье, то есть, ну, то есть, будет красивой. Вот. Это первое. Второе. Вообще, это, как бы, одна грань, это вот трехгранная пирамида. Вторая грань, вот, это так называемый инстинкт социального статуса и иерархический инстинкт. Потому что все животные, и в том числе человек, как высшее животное, ну, мы биологические особи, вот. Вот, есть, всегда строятся, есть инстинкты иерархического выстраивания, организации, неважно, стадо это или уже человеческое общество. Вот. И это выражается словом престиж. Престиж, то есть, показатель социального статуса. Вот, и третья грань пирамиды, вот, это инстинкт, как бы, как же это правильно выразить, ну, можно сказать, накопительский инстинкт. Потому что за миллионы лет, вот, когда люди занимались еще только охотой и собирательством, вот, ну, даже уже когда производством стали заниматься, собственно, все равно, вот, человек очень сильно зависел от капризов природы, там, от всяких стихийных бедствий, от засухи, там, и так далее. И поэтому всегда, уже инстинктивно привыкли откладывать что-то впрок. Илья, скажите, пожалуйста, вот последнее, у нас, к сожалению, мало времени осталось, четвертая грань пирамиды, это что? Это, наверное, уже, вот это вот магия, просто магия, да? Ну, это уже не грань пирамиды, это, я бы сказал, уже вершина пирамиды. Вот эти три грани сводятся в одну вершину. Дело в том, что вот эти все эстетические формы, они, в эзотерике нет никакой мистики, поверьте мне. Просто человечество, вот, есть генетическая память, вот, и люди инстинктивно, интуитивно, бессознательно реагируют на те или иные формы, формы и на те или иные цвета. Вот это вот есть целая, как бы, наука называется, цветосемиотика. К сожалению, Ильяс, очень интересно с вами беседовать, я думаю, что мы еще с вами встретимся, время передачи нашей закончилось. Это была программа Кость Карас, у нас был в гостях Ильяс Сулейменов, мастер-ювелир. Всего доброго, до свидания.